Итак, друзья, пятница, вечер на радио Хакасия-ФМ и на РТС-Радио уже традиционная программа, тема дня, друзья. Торигович Коновалов, глава Республики Хакасия, председатель правительства. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Ждали давно, честно говоря, на нашей станции. Много дел, видимо, да, у нас в Республике. Дел действительно немало. Хорошо, так, и давайте, наверное, уже начнем. Люди интересуются, просят вторую неделю, обсуждают стратегию социально-экономического развития в Республике. У нас все, в общем, уже многие высказались по этому поводу. Расскажите вкратце о сути и направлении. Стратегию мы разрабатывали, знаете, долгий период, уже практически год, как она взреет в недрах нашего Министерства экономического развития и в целом финансово-экономического блока. Результатами стали выявления основных проблем, определения приоритетов. И, в общем-то, в стратегии вот несколько основных приоритетов мы и определили. Это и развитие в целом социальной сферы, человеческого капитала. Из этого вытекает максимальное участие вот в той возможности, которую сегодня дает нам федеральный центр. Это национальные проекты. Ну и, конечно, что касается экономики, нам в Республике необходимо создать эффективную, конкурентоспособную экономику, причем не сырьевую, по крайней мере, уменьшить сырьевую зависимость, которая сегодня, к сожалению, присутствует и, в общем-то, отражается на всех, на бюджете, на населении. Да, присутствует она закономерно, но что в противовес сырьевой вот этой экономике вы хотите поставить? Ну вот, как раз-таки стратегия и предусматривает развитие ряда кластеров. И, в частности, приоритетный из них это агропромышленный кластер, это туристический кластер, индустриально-строительный, но есть и традиционные, конечно, металлургия, и топливно-энергетический наш комплекс. Но, в целом, то есть, цель, стратегия, это, конечно, во-первых, запланировать, как будет развиваться жизнь у нас в Республике, как будет развиваться экономика и определить вот те наиболее важные для экономики направления, куда нужно правительству, конечно, в первую очередь, ну и местному самоуправлению в том числе, приложить усилия. Валентин Олегович, ну в какую сторону-то будем развиваться? Жить станет лучше, жить станет веселее? Тебе ты только про веселье все думаешь. Ну, мы надеемся, конечно, что жить станет лучше, и стратегия именно на это и направлена. То есть, есть определенные целевые показатели, они выражаются и в улучшении жизни населения, увеличение продолжительности жизни, уровня качества, доходов, ну и, соответственно, одна из основных целей – это рост доходной части бюджета в поступлении в бюджет налоговых и неналоговых. И на сегодняшний день стратегия, она важна еще почему? Потому что это должен быть документ, который, в общем-то, объединит все наше общество в Хакасии. Поэтому мной было принято решение, хотя проект нам уже одобрили на федеральном уровне, то есть, согласован, он соответствует всем требованиям нормативных актов правовых, которые предъявляются к подобного рода документам. Но на сегодняшний день мы вынесли его на обсуждение, уже прошла встреча с научным сообществом на базе Хакасского государственного университета, был проведен круглый стол под председателем Красновой, Татьяна Григорьевна, ректор. И мы уже встретились с депутатами Верховного Совета, в частности, с председателями комитетов. В дальнейшем обсуждение на уровне Верховного Совета будет продолжено уже непосредственно в комитетах, потом мы соберемся еще раз, получим обратную реакцию. И есть информация о том, что вы вынесли это на обсуждение также с общественными организациями. Да, вот я как раз хотел об этом рассказать, потому что мы планируем представить проект и общественной палате, и совету старейшим, профсоюзам, и, в общем-то, всем заинтересованным общественным организациям, которые готовы внести какую-то лепту, высказать какие-то предложения по изменению стратегии ее улучшения. Ну вот есть уже реакция, кстати, на это ваше решение, между тем, стратегию развития уже начали критиковать. Евгений Мамаев, известный гражданин нашей республики, утверждает, что она не подразумевает вообще никакого развития. Ваше мнение? Мы готовы обсуждать. Евгений, приходите. Честно говоря, еще не видел его мнения, вот как-то мотивировано ли оно чем-то, но мы готовы, если это не просто какая-то оголделая критика, а конструктив, и Мамаев действительно предлагает какие-то вещи по включению, по изменению, давайте это сделаем, если это действительно будет эффективно и нужно всем нам, всей республике. Кстати, а как у вас складываются отношения с депутатами Верховного Совета? С депутатами Верховного Совета отношения довольно-таки неплохо, мы находим понимание, отношения выстроены, идет взаимодействие. У меня лично с Владимиром Николаевичем Штыгашем, в общем-то, такие теплые отношения на самом деле, хотя, конечно, разные были периоды, и, безусловно, есть и критика, есть где-то там и непонимание, но в конечном итоге и с председателем Верховного Совета, и с председателями комитетов, и с депутатами мы находим точки соприкосновения, и такая ведется у правительства с Верховным Советом, довольно конструктивная, и в итоге, думаю, она будет и плодотворной. Замечательно. А на федеральном уровне вы чувствуете какую-то поддержку? Поддерживает вас федеральный центр вообще? Да, поддержку мы чувствуем, и, в общем-то, это отражается и на части нашего нацпроекта. Я могу тут без тени стеснения сказать, что Хакасия не среди лучших, а по ряду показателей, да, даже и среди лучших по реализации нацпроекта. На самом деле, да. Честно говоря, то, что у нас сейчас происходит в городе, я об этом не устаю говорить, приятно посмотреть, но много, может быть, есть недовольных людей, не разобравшихся в ситуации, говорят, что у нас сложно ездить по улицам, но, друзья, извините, это... Я дополню, а что касается, вот, в принципе, часто мне этот вопрос задают практически везде, где не ходило телевидение, газеты там и так далее, то есть с министрами, да, там, федеральными чиновниками тоже никаких проблем нет, на самом деле все воспринимают адекватно и очень... Ну, в прессе-то критикуют. Ну, просто это маленько другой момент. В прессе критикуют, и периодически возникают, что, ага, ну, то есть есть откровенные нападки, вот вы как считаете, нужно на это реагировать? И как вы реагируете, если реагируете? У нас сегодня, в 21 веке, довольно сложное информационное поле, и любой чиновник, он подвергается критике. И это нормально, это правильно, мы так движемся к демократии, да. Я считаю, что эти процессы, они даже нужны. Нельзя нравиться всем. Да, хорошо. А как у вас складываются отношения с членами Совета старейшин хакасского народа? Потому что тоже такая общественная организация, у нас был представитель ее, собственно... Председатель. Председатель, да. Говорили с ним, очень такой, да, человек интересный. Как вот? Совет старейшин, можно сказать, одна из ключевых организаций для нашей республики. Я несколько раз уже встречался и с составом президиума Совет старейшин. У них есть предложения, есть замечания по работе в том числе. Ну, мы опять же на контакте слышим друг друга, и взаимодействие на хорошем уровне лично с Петром Ио Ивановичем. Я его тоже выстроил, и правительство в целом выстроило неплохие отношения со Советом старейшин. Поэтому работаем с ними. И работаем над теми проблемами, которые они обозначают. Вот, кстати, в продолжении темы, мы знаем, что 2020 год вы объявили годом хакасского языка. А что сейчас делается для его сохранения и популяризации? Да, ну, это в том числе была инициатива и Совет старейшин. В республике проводится такая довольно объемная работа и по изучению в школах, углубленного изучения хакасского языка. Вот на сегодняшний день у нас там около 77% владеют, ну, что касается коренной национальности. Мы поставили планку 80%. Мы будем, конечно, ее достигать. Есть у нас книжное издательство хакасское, которое издает литературу на хакасском языке. Есть Хакнияли, который тоже мы поддерживаем. Он изучает и язык, и литературу, и историю. Вот я буквально недавно был в школе в Красном Ключе, в Бейском районе. Там есть довольно-таки неплохая программа по поддержке хакасского языка. Тем родителям, дети которых прошли первый класс, зная хакасский язык, им выплачивается поддержка. Денежная моя, материальная. Вот я решил, что мы эту программу распространим на всю республику. Это только малая часть. Итак, друзья, это программа «Тема дня», которая выходит одновременно на двух радиостанциях. На радиостанциях Хакасия-ФМ на 91,5 и на РТС-радио на 105,3 ФМ. В гостях у нас сегодня в студии Валентин Олегович Коновалов, глава Республики Хакасия, председатель правительства Республики Хакасия. И следующая тема, о которой мы хотим поговорить, Андрей, давай. Мы продолжаем тему развития республики. Как-то приходится находиться в одном и том же ключе. Когда начнется реализация стратегии, о том, о чем мы с вами говорили, и как скоро жители Хакасии почувствуют результаты? Стратегия рассчитана, вы знаете, до 2030 года. То есть, ну, любая стратегия, это такой долгосрочный план. Конечно, вот и с депутатами мы встречались, есть предложения поставить какие-то точки, так сказать, на которых можно будет уже предварительно измерить результаты. Вот поступали предложения три года, пять лет. Ну, в любом случае, надо понимать, что это какая-то либо среднесрочная перспектива должна быть, либо дальнесрочная, да. Это сильно зависит же от состояния нерегионной еще очень сильно. Конечно, это зависит от многих факторов, но уже в бюджет этого года мы закладываем повышенное финансирование вот по тем приоритетным направлениям, которые в стратегии выделены. В частности, по сельскому хозяйству. И я думаю, что это правильно. Потому что, ну, для Хакасии, во-первых, это исторически уже так сложилось, что мы были сельскохозяйственным регионом, развитое скотоводство. И на сегодняшний день, вот опять же, в свете и федеральной политики, вы знаете все выступления президента на Петербургском экономическом форуме, он обозначил Минусинскую долину, как одну из таких приоритетных для федерации площадок по развитию агропрома. И мы как раз вот в эту концепцию вписываемся. И мы отлично вписываемся более того в туристическую концепцию, которая на федеральном уровне сегодня устраивается. И вот как раз-таки наша стратегия направлена на развитие всех этих тем. А какая отрасль сельского хозяйства? Скотоводство? Скотоводство, это касается, например, овцеводства, развития мясных молочных пород КРС, ну и это растеневодство. Растеневодство, какие культуры интересны у нас? Что у нас? Я знаю только про гречи. У нас на самом деле растет практически все. Ну вот на некоторых фермах и хозяйствах, я уже бывал, выращивают и рапс. Про рапс была беседа. Выращивают и сою, кстати говоря, и довольно-таки спросом она пользуется у наших соседей больших. У Китая? Да, да, да. Говорили, да, мы как раз перед форумом. Хорошо, к следующей теме перейдем, которая тоже немаловажна. В общем, такое огромное количество вызывает вопрос. В критике, кстати, тоже. Реформа ЖКХ. Депутаты не приняли законопроекты передачи полномочий с поселений в районы, но вы продолжаете утверждать, что главному муниципалитету в любом случае придется брать эти полномочия на себя? Да, здесь вопрос принципиальный. Вы знаете, что правительством была разработана стратегия, программа развития отрасли ЖКХ и модернизации. И как раз-таки эта программа предполагает централизацию этих процессов в целях повышения их эффективности. Укрупнение получается, во-первых. Укрупнение, да, потому что на сегодняшний день это все отдано, причем, кстати говоря, в нарушение федерального законодательства при этом при всем. Вы знаете, у нас когда приезжала комиссия от федерального центра, которая тоже нам в аналитике помогла, да, помогла с аудитом отчасти, там выводы-то были те же самые. То, что было у нас в программе, то есть, что передача, она просто необходима, жизненно необходима. Здесь, с одной стороны, мы привязываем к местности, то есть, районы, очевидно, они понимают специфику своих территорий, знают проблемные места. И, с другой стороны, мы можем, во-первых, сконцентрировать специалистов, дать им более-менее нормальную оплату за их труд. И, соответственно, сконцентрировать и материальную базу, чтобы можно было элементарно осуществлять ремонты теплосетей, котельных. И, более того, централизация, она позволит выстроить нормальную систему обеспечения наших котельных углем. Когда нам всем будет понятна цена, республика будет этот процесс контролировать, чтобы закупка шла с тех предприятий, где это наиболее выходно, у угольных предприятий, я имею в виду. И, соответственно, мы сможем эффективнее контролировать и экономическую политику, финансовую политику, технологическую устройство этих предприятий. Потому что, ну, конечно, республике проще проверить 8 районов и 13 городов, чем сотни сель и постсоветов. Да, 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 это гораздо будет проще. Ну, и мы уже это видим, и это было и в выводах комиссии в нашей программе, ну, не способны сельсоветы даже защитить и вот те мупы, которые там действуют, созданные ими, свой тариф они даже защитить не могут экономически обосновать. Там, конечно, есть и, может быть, какие-то нехорошие моменты, которые мы сегодня проверяем, а я напомню, что мы, в общем-то, проводим комплексный аудит, и сегодня эта работа продолжается. Мы создали комиссию межведомственную, куда планируем привлечь и предприятия, сами их представители, и муниципалитеты, чтобы каждый ресурсоснабжающий организация была досконально проверена. И нам было видно, что они там не завышают цены по контрактам, по доставке угля. Нет у них каких-то там серых схем по выводу денег из предприятия, по искусственному банкротству и так далее. То есть тут еще вопросы контроля в том числе. С другой стороны, главы муниципальных образований, несколько глав, они противятся этому нововведению. Как вы считаете, почему это происходит? Ну, уже, так сказать, поднаторев в этой отрасли, могу сказать, что во многом это просто связано с нежеланием изменяться. А изменяться нужно, потому что вот в том состоянии, в котором отрасль находится сегодня и находилась до этого, ну, на самом деле это недопустимо. То есть если это оставить так, как есть, это будет продолжение развала и в конечном итоге будет катастрофа. Республиканская правительство такого не допустит. А сами-то они чем объясняют? Они объясняют тем, что не дадут денег, что они не способны эту функцию выполнять. Они готовы оставить и на сельсоветах, или перекинуть это на республику. В принципе, наверное, в дальнейшем возможен и такой вариант. Но почему мы от него отказались, хотя не скрою, мы его тоже рассматривали. Все-таки районы, они больше понимают специфику, они больше привязаны к местности. И более того, вот та программа, которая нами разработана, она же под собой и финансовое основание имеет. То есть те муниципальные образования, которые ей следуют, реформируются, под все эти мероприятия предусмотрено финансирование. И в бюджете 2020 года мы закладываем выпадающие доходы предприятий. То есть республика, очевидно, что будет держать полностью этот процесс на контроле. И нам нужно, чтобы были созданы предприятия, которые, ну как минимум, будут работать на самоокупаемость. И не будут банкротиться. Как это происходило вот все эти годы. Некоторые кричат шантаж, вообще, что это такое, вы нас, понимаешь, ущемляете. Слушайте, это не шантаж, это нормальное поведение в управлении. Есть программа, если вы хотите в ней участвовать, вы в ней участвуйте. Вот у нас есть нацпроекты, есть федеральные программы. Если мы как субъект хотим в них участвовать, мы подаем заявку в федерацию, защищаем эту заявку и принимаем участие. Если какие-то районы отказываются, ну, с одной стороны, это их право. Я, вот, все совещания, которые я проводил, я, вот, тем главам, их, кстати, не так и много на самом деле, которые не согласны, я так и говорю, если вы не хотите, у вас есть свой бюджет, финансируйте. Пострадают люди, люди-то ни при чем. А люди не должны пострадать. В любом случае, на сегодняшний день есть административное законодательство, есть уголовное. И тот субъект, который обязан эти полномочия исполнять, тот орган, он несет за это ответственность. Если они не справятся, а, кстати говоря, сегодня несут ответственность и главы районов в том числе. То есть у них там нет таких широких полномочий, но ответственность у них есть. Лично. Лично, как должностного лица. Замечательно, Андрей. У него уголовное. В некоторых СМИ, в социальных сетях вас упрекают неразборчивые кадровые политики. Есть даже мнение, что отставки министров, замов как-то негативно влияют на ситуацию в республике в целом. Вот так ли это прокомментируют? Знаете, смена членов команды – это нормальный процесс. Кто-то уходит, кто-то приходит. На самом деле у нас прошел уже практически год, на 15 ноября будет год, как я являюсь главой республики. У нас с правительства ушло на сегодняшний день три человека. И, в общем-то, мне кажется, это такой вполне себе адекватный процесс. Тем более, что, ну, откровенно говоря, фонтана квалифицированных, честных, хороших кадров, которые умеют отлично управлять, ну, не так и много. Не так и много и в республике, не так и много и в стране в целом. И, опять же, надо понимать, что у каждого руководителя свой стиль. С кем-то можно сработаться, с кем-то нельзя, но, опять же, понять это можно только в процессе. И те люди, которые критикуют, ну, посмотрите на их кадровую политику. Там тоже все менялось, не один раз. Итак, друзья, тема дня. Программа, которая выходит на двух радиостанциях. На радиостанции Хакасия-ФМ на 91,5 и на радиостанции РТС-Радио, которая вещает на частоте 105,3 FM. В гостях у нас Валентин Олегович Коновалов, друзья, глава республики Хакасия, председатель правительства республики Хакасия. И, в общем, что же с нашей республикой происходит и чего нам ждать в дальнейшем, и как мы будем развиваться. Все мы очень на это рассчитываем. Мы как раз обсуждаем сегодня в этой студии. Вот следующий момент, о котором хотелось тоже рассказать. Вернемся к теме развития республики, в общем, от которой не уходили почему-то. Когда начинается реализация стратегии, как скоро жители Хакасии почувствуют результаты? Ну, похоже, вопрос уже был, да? Да. Результаты, безусловно, в среднесрочной, дальнесрочной перспективе они будут. Ну и чего мы ждем? Мы ждем и создания рабочих мест. Это очень важно сегодня для Хакасии. Мы ждем, что к нам начнут заходить инвесторы, да? То есть предприятия будут развиваться, модернизироваться, будут созданы производства. Но для этого всего нужно, безусловно, создавать соответствующую, так сказать, благоприятную сферу. И здесь у нас есть, ну, уже ряд инициатив, вы знаете, мы, например, понизили на налог упрощенной системы. Несколько раз обсуждали. На налогообложение, да. Есть ряд законопроектов, направленных на активизацию инвестиционной деятельности. Но эту работу правительство продолжает, и будут еще проекты, которые направлены на пополнение, опять же, доходной части бюджета. Да, насколько я понимаю, в правительстве вот в данный момент активно обсуждают проект бюджета на 2020 год. В общих чертах можем, как-то мы это рассказать нашим радиослушателям, какие приоритеты у правительства, на чем будет сделан в следующем году акцент? Приоритет он один, это, конечно, социальная сфера. Более 50% трат, которые в бюджете предусмотрены, они идут именно в социальную сферу. Но и вот те экономические приоритеты, мы тоже их не выпускаем. Вот, например, недавно у меня была рабочая встреча с представителями нашего сельского хозяйства, правительства, от Верховного Совета. И мы приняли вот такое волевое где-то решение увеличить ту часть, которая идет от республики, да, финансирование, ну, довольно-таки существенно. Наверное, за последние годы столь полного финансирования не было. Ну, теперь, конечно, надо, чтобы это все еще прошло. Верховный Совет, но желание у правительства такое есть. Замечательно. Да, вот есть у нас ряд, наверное, вопросов. Да, которые мы нашли в социальных сетях, они поступили во время прямого эфира на заседание правительства. Многие смотрели на YouTube, насколько я помню. И, если можно, мы вам их зададим. Один из таких вопросов. Поднимите вопрос о финансировании детей-сирот, Валентин Олегович. Это большая проблема, она есть во многих регионах нашей страны. В частности, в Хакасии у нас фактически 4 тысячи детей-сирот, чуть-чуть более, которым надо дать это жилье. У кого-то уже есть судебные решения, у кого-то уже возникло право. И мы понимаем, что это миллиарды рублей. По самым скромным подсчетам это 2 и более миллиарда. Понятно, что сегодня республика себе такие траты позволить не может. То есть, ну это фактически 10% всего нашего бюджета. Вот если говорить про бюджет, например, прошлого года, у нас 70% шло на социальные происходы. Это наши бюджетники, заработные платы, фонды, строительство социальных объектов и так далее. То есть, понятно, что нам, ну вот в таком объеме взять нет. То есть, тут без помощи федерации мы не обойдемся. Эту тему мы, кстати, неоднократно и с Владимиром Николаевичем обсуждали. Он очень остро ее пытается поднимать. Но, повторюсь, без помощи федерации ее не решить. Мы выделяем ежегодно там 200 миллионов, 300 миллионов. Но понятно, что вот при таком финансировании эта очередь, она слабо движется. И проблема полностью не закрывается. Поэтому на федеральном уровне, я думаю, мы этот вопрос будем прорабатывать. Какая-то программа нужна, наверное, специально. Да, да, да. Безусловно. Хорошо. Следующий вопрос тоже от наших граждан. Когда начнется строительство школы в микрорайоне Арбан? Да, я знаю, что эту школу ждут у нас абаканцы. Ну, у нас в Абакане сейчас строится одна еще школа на тысячу мест. Вот когда ее строительство будет завершено, федерация увидит, что мы свои обязательства выполнили, тогда мы сможем говорить и о строительстве этой школы. Ну, если все будет нормально, наверное, перспектива 2021-2022 года на есть. Хорошо, да. В общем, насколько... Ну, если говорить о школах в целом по республике... Да, насколько вы говорите, да. Какая у нас ситуация со строительством? У нас школа в этом году будет сдана в Абакане на тысячу мест. В следующем году еще одна школа на тысячу мест. Я уже про нее говорил. Строятся школы у нас и в сельской местности, так же, как и детские садики. Вот, например, я буквально недавно был на открытии детского садика. Ну, здание там, юридически это один детский садик Теремокнопа. Построили еще дополнительно здание на 60-е место в Белом Яре. Поэтому мы вообще, на самом деле, довольно активно участвуем в строительстве образовательных объектов по всей республике. Надо отдать должное нашему министерству образования республики Хакакаси, что проявляет инициативу и с главами отрабатывает, и с федерацией потом отрабатывает, чтобы протолкнуть эти заявки. И мы получили эти объекты. Замечательно. Так, следующий момент. Ну, тут уже тоже такие более личные, наверное, моменты. Остренькие. Острые, да. Вы уже начали строить себе большой особняк, спрашиваю. Нет. Нет, в чем проблема? Ну, у меня дача. Хватает? Есть, да, есть. Это картошечку где-то. Есть земля, конечно. Может быть, я когда-то и буду там строиться. Ну, честно скажу, больших особняков я никогда не планировал. И мне не нужно. Я в быту довольно скромный человек. Я даже признаюсь, я делал материал. Я попадал в подъезд, где вы живете. Знаю, на этаж ниже поспускался, посмотрел квартиру. Да, действительно. Ну, что, благоустроенная обычная... Девятиэтажка. Да. Да. Ну, на самом деле-то тут ничего удивительного нет. Я, в общем-то, вышел из простой семьи, как все мы, мы все живем в обычных условиях. И опять же, вот вы понимаете, вот это стремление к какому-то там дикой роскоши, оно же не от большого ума. Да, и на самом деле такие проблемы роста, да, и нашего общества, нашей экономики и так далее. Если посмотреть там на ту же западную Европу, там уже давно никто не пытается выставить там свое благосостояние на показ. Это плохой тон. Это плохой тон, да. Это мы, кстати, и ездят учиться в Англию. И вот, кстати, о чем тоже хотелось бы сказать. Я сам лично несколько раз встречал в городе Николая Геннадьевича Булакина, который ходит. Вот там есть ларечка в городе, он выбирает там яблочки, помидорчики. Вы позволяете себе такое позволять? Я не открою секрет, жители Абакана, там, близ лежащих населенных пунктов, знают, я тоже сам хожу по магазинам. Ну, когда позволяет время, конечно, в основном это делает супруга, но в выходные дни, когда они у меня есть, я тоже, конечно, выбираюсь. Никаких в связи с этим проблем не возникает, не подбегают люди, не просят автограф, не пытаются что-то высказать вам посреди улиц. Бывает, конечно, всякое, ну, по крайней мере, негатива я никогда никакого не встречал. То есть, всегда позитив, есть даже слова благодарности, но пристальное внимание всегда имеет место быть. Ну, да, это, наверное, все-таки быть публичным человеком непросто, мне кажется. Не в продолжение темы роскоши, тогда пользуетесь ли вы услугами охраны? Необходимо ли? Нет. А почему? Все-таки ответственная должность? Ну, первое, по закону, на самом деле, главам субъектов и не положено охрана, да, как таковая. Ну, а с другой стороны, мне в республике нечего бояться. Хорошо. Ну, ладно, друзья, вот еще такой момент. Выбиваете? Ну, бывает такое. Почему-то людей это интересует. Я не понимаю. Я подвис. Нет, а давайте покажите мне человека, который не убежден. Ну, если зоживцы, убежденные, наверное, да? Нет, ну, я скажу так. В принципе, я веду довольно здоровый образ жизни. Ну, по крайней мере, стараюсь это делать. Конечно, вот в силу моей сегодняшнего рода деятельности со спортом, мне не всегда удается систематически заниматься. Практически не удается. Вообще, как бы, я по жизни всегда систематически занимался спортом. Я занимался, скажем, легкой атлетикой в школе, бегал, единоборствами занимался различными, тяжелой атлетикой занимался. Ну, качалку, да, как говорят обычно в постонародье ходил. Вот пример, как надо заниматься. Ну, качалка. А все-таки, возвращаясь к теме выпивать, главное просто знать меру, да, свою. Ну, у каждого мера своя, что называется. Мера это как раз... Чтоб не оплошать. Это как раз мера, это как раз определенный объем. И можете, друзья, радиослушатели, кому интересно загуглить, будете сильно удивлены, что же такое мера и сколько в ней, сколько она по объему. Ну, и в целом вообще как вы выходные праздники проводите, почитаете? Ну, сегодня в основном с семьей, потому что я отдыхаю, по большому счету, в воскресенье, редкие недели, когда у меня там два выходных дня. Я уже, честно говоря, и забыл, когда в последний раз это было. С семьей, к родителям иногда езжу, с друзьями встречаюсь. В принципе, ничего такого необычного. Отпуск бывает, что губернатор? Ну, по отпуску тоже вопрос мне уже не первый раз задают. Пока нет, я не ходил еще в отпуск, более того, я хочу сказать, я уже второй год не ходил в отпуск. Как-то вот так у меня и на предыдущем месте работы не удалось вырваться. И вот сейчас, в принципе, я и просвета на самом деле пока не вижу, когда это будет возможно. Итак, друзья, это программа «Тема дня», которая выходит еженедельно по пятницам на двух радиостанциях на радио Хакасия-ФМ на 91,5 и на РТС-радио 105,3-ФМ. В гостях у нас сегодня Валентин Олегович Коновалов, глава Республики Хакасия, председатель правительства Республики Хакасия. Мы говорим обо всем, в общем, основные вопросы важные, тяжелые мы обсудили и, в общем, наверное, продолжим по таким более легким и обычным моментам. То, что лично меня, может быть, интересует, я тоже человек, так уж получилось, что чуть-чуть занятой, и поэтому у меня личные семейные проблемы в связи с этим. Супруга постоянно, почему ты так поздно пришел домой, почему ты работал на выходных. Как у вас семья реагирует на вашу занятость? Ну, семья и супруга, дети как бы тоже адекватно воспринимают. Ну, все, все, все понимают, конечно, не без шероховатости, как в любой семье, но, в общем-то, я встречаю понимание полное. А вот, например, с передвижением, то есть у вас есть автомобиль личный? Да. Есть. А какой, если есть? Ну, у меня Мазда фамилия, вот где-то там еще до недавнего времени, год назад или два года назад, было две машины в семье, ну, супруга продала. Так что, на сегодняшний день у нас один автомобиль. Сам, когда в выходные дни сажусь, ну, и супруга у меня водит машину. По поводу отдыха, вот, например, вам доводилось за границей отдыхать? Нет. Ну, смотря что считать за границей, да. Ну, в смысле, ближний зарубеж. Блин, в ближнем зарубежье, да. Где вы отдыхали, где вам отдыхали? Ну, и Украина, Узбекистан, вот такие вот наши страны бывшего Советского Союза. А если, допустим, когда-то выдастся вам такая возможность и свободное время, вы куда бы хотели поехать? Ну, возьмем курортные страны, самые известные. Ну, честно сказать, я еще вот так полностью-то и Хакасию с Красноярским краем не освоил. У меня, откровенно, такой большой мечты нет. Хотя я, на самом деле, как человек, я люблю почитать литературу про путешествия, про страны. Ну, вот, чтобы сказать, что я мечтал бы в какой-то стране побывать, у меня такого нет. Ну, наверное, можно было бы съездить, например, на Кубу. — Кубик, хорошо. Фидель Кастр. — Эрнеста Гивара. — Видите, какие у вас настроения? Эрнеста Гивара. А я Хемингуэй еще спел. Хемингуэй хорошо, там очень проводил свою старость, в общем. И есть даже коктейли, которые он сам изобрел. Друзья, ну, в общем, наверное, на этом, я думаю, мы завершим наш пятничный эфир. Микрофоном был Дмитрий Каштанов, помогал мне вести эфир Андрей Пахабов, спецкорреспондент телевидения РТС. И в гостях у нас был Валентин Олегович Коновалов. Друзья, глава Республики Кассия, председатель правительства, спасибо большое, что вы нашли в своем графике время, пришли. — Вам спасибо. Приходите еще. — Да, будем рады. Друзья, не прощаемся. — Спасибо.